Почти на три четверти готов бассейн в Кубышевском районе. Тест на гидроизоляцию объект прошел. Сейчас рабочие проводят чистовую отделку внутренних помещений и выкладывают плитку в основную чашу бассейна. Она будет иметь размер 25 на 16 метров и 2 метра глубиной, что позволит проводить региональные соревнования. Зрительный зал рассчитан на 210 человек. Первые заплывы будут проведены уже в сентябре. Ход ремонтных работ проверил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Идя на выбор еще в 2018 году, главным наказом, который я получил от жителей Кубышевского района, было именно строительство здесь бассейна. Люди говорили, каждый депутат, идущий на выборы, на всех уровнях, начиная с Совета и заканчивая Государственной Думой, нам обещал построить бассейн, но вот и ныне так. Я пообещал, что мы это сделаем. Мы рады, что вновь свое слово сдержали. Парламентарий в рамках визита в Кубышевский район также встретился с жителями микрорайона Волгарь. Вместе с ними Александр Хинштейн посмотрел планы благоустройства второй очереди Ерик-парка, которая будет выполнена в этом году на средства нацпроекта «Жилье и городская среда». В ходе осмотра депутат рассказал жителям, что озера Ерик и Старица удалось включить федеральную программу по очистке водоемов, что позволит улучшить экосистему района. В этом году уже заключен контракт на разработку проектной документации. К осени она должна быть завершена. Ну а пока по плану 25-26 годы буду стараться передвинуть на 24-й год. За счет средств, подчеркиваю, именно федерального бюджета по федеральной программе здесь расчистка пройдет, и это позволит еще лучше обеспечить состояние экологии с тем, чтобы озеро дальше не заболочивалось, с тем, чтобы вода была чистая. Также жители микрорайона интересовали и многие другие вопросы. Касались они и вандализма на уже отремонтированных территориях. По возможности будут привлекаться дополнительные силы и средства полицейских. Также жители беспокоят судьба спортивной площадки, которая была построена в 2016 году. Тренажеры пользуются большой популярностью, но поскольку площадка не стоит ни у кого на балансе, то жителям приходится их ремонтировать самостоятельно. Отличное место. Солнышко светит, получаешь витамины, свежий воздух. Рядом вот деревца. Все классно. Занимайтесь не хочу для проработки мышцев, рельефности и там дальше спортивных каких-то увлечений. Пожалуйста. Все, что угодно. От ног до рук. Все можно проработать. Площадка классная. Единственное, конечно, хочется, чтобы ее поддерживали. На встрече был определен алгоритм действий, который позволит в ближайшем будущем решить этот вопрос. Площадка будет передана на баланс города и будет содержаться, чтобы как можно дольше радовать любителей спорта. Андрей Горгуленко, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Продолжение следует... Продолжение следует...